Всем привет! Вы на территории империи зла и сегодня я бы хотел вспомнить один исторический момент. Ровно 12 лет назад, 14 ноября 2010 года, моя любимая команда «Зенит», за которую я уже тогда болел, стала чемпионом России во второй раз в истории, собственно, России и в третий раз, в принципе, в своей истории. Это был один из самых лучших сезонов. Сезон «Спалетия», сезон «Кержакова», «Данни», «Широкова», «Зырянова», «Быстрова», «Файзулина», «Бухарова», «Семака». «Семак», кстати, в 2010 году пришел в «Зенит» и стал частью системы. И именно за «Зенит» и 2010 я начал болеть за ту игру, которую они тогда демонстрировали в атаке в первую очередь, но и в обороне. За Кириллом Набутовым с Алексеем Стрепетовым в комментаторской кабине. За всех игроков в лазурных цветах, которые выходили играть за Питер. И, в общем-то, 2010 год стал годом начала моего болезни с «Зенит» и не только моего. Поэтому чемпионство 2010 для меня всегда будет стоять особняком. В концовке чемпионата я очень серьезно понервничал, что «Зенит» проиграл сначала «Спартаку», потом «ССК», но ровно 12 лет назад «Зенитушка» выиграл у Ростова. Выиграл со счетом 5-0, вообще без вариантов. И оформил чемпионство за два тура до финиша. И, в общем-то, я хочу сказать, что сезон 2010 получился для «Зенита» одним из самых успешных. С точки зрения количества набранных очков лучше сезона 2010 был на данный момент только сезон 2019-2020. Но хочется еще также сказать, что и в текущем сезоне 22-23 «Зенит» идет графиком сезона 2010. После 17 туров у «Зенита» нынешнего ровно столько же очков, столько же победничьих и поражений, сколько было после 17 туров в 2010 году. И сейчас с такой игрой, с такой командой у нас есть более чем реальные шансы превзойти показатели и 2010 года, и даже сезона 2019-2020. Первый шаг к этому «Зенит» может сделать уже в первом матче этой весны. Потому что в 18-ом туре в сезон 2010 «Зенит» проиграл, как раз с кецэсковцем. Это был перенесенный матч, но тем не менее. А в этот раз «Зенит» будет играть с Нижним Новгородом, с Пари-НН. И хотя Нижний Новгород будет биться, я думаю, что «Зенит» сможет довести игру до победы. Главное только местным кузьмичам, ну то есть нам, неактивным болельщикам, научиться хотя бы немного скандировать речевок, кричалок, хотя бы петь гимн клуба, чтобы не оставлять совсем клуб без поддержки. Да, будет фан-айди, да, придет очень мало человек, но ведь и в ковидное время очень мало людей ходило. И тем не менее, поддержка клубу была оказана, и «Зенит» дома так или иначе побеждал. А если он будет сидеть, как в театре, в карамешной тишине, а люди будут реагировать только на голы, то у меня такое опасение, что команда разучится играть. Надо нам их поддерживать. Поэтому я за то, чтобы ходить даже с фан-айди на трибуны. Но это уже немного другая история. Если возвращаться к 2010 году, это был не просто успешный сезон, это была особая атмосфера. Никогда не забыть, как Саша Киржаков после матча с крыльями Сайетов, после последнего, в мегафон заряжал. «Это Стольный град!» И с трибуном подпевали. «Это лучший клуб! Это наш «Зенит!» Это Петербург! Будет навсегда номером один! Только Петербург! Только наш «Зенит!» Саша Киржаков, конечно, легенда. В 2010 году он очень много мячей забил. И после этого достаточно долго, два или даже три года, был одним из лидеров команды, потом был игроком ротации, но так или иначе пользу приносил вплоть до сезона 16-17. Потом завершил карьеру и попрощался с фиражом той же самой кричалкой «Это Стольный град!» перед матчем «Зенит Спартак» в августе 17-го года. Где «Зенитушка», несмотря на не особо удачный сезон в целом 17-18, в одну калитку разгромил «Спартащей» 5-1. Тот самый задрочный постчемпионский «Спартак» Массимо Каррера чудотворца «Зенит» в Питере в одну калитку расшатал 5-1. И за то, что даже в неуспешные сезоны в играх с принципиальным спириками были такие победы, и за то, что в 2010 году была такая атмосфера, «Зениту» однозначно лайк. Ну и, естественно, за то, что сейчас команда идёт графиком сезон 2010. И по качеству игры она не просто не уступает «Зениту» 2010 года, она превосходит. Потому что тогда, да, тогда наш полузащита очень красиво играла, но нынешняя бразильская полузащита и нападения играют ещё более красиво. И на самом деле мне плевать. Бразильцы, колумбийцы у нас играют. Я не такой человек, который там сноб, который говорит, что «Зенит» должны быть только петербуржцы, как, например, «В «Спартаке» должны быть только москвичи». Ну, да, там говорят, что «В «Спартаке» только два легионера играют, остальные россияне. Но на самом деле мне плевать, кто играет у нас, легионеры или не легионеры. Если они дают красивую игру, красивый результат, это заебись, как по мне. Вот, например, когда у нас были «Хал», «Гарай», «Гарсия», «Вицель» и тому подобные европейские величины звёзды в середине десятых годов, меня это в натуре бесило. Знаете почему? Потому что ни игры у них, как таковой, не было. Там было «Отдай на Халках», «Халк» зарезает свою царь-пушку. Ни результата не было. Потому что за пять лет было только одно чемпионство и постоянное пропускание вперёд себя Москвы. Вот тогда реально я бесился, потому что траты были огромные, а к чему, для чего, было непонятно. А сейчас траты понятны для чего, понятно почему. И хотя значимость бразильца, значимость той тактики, которая сейчас у нас есть, максимально пытаются, понятно, откуда, бесценить. Лично для меня, то, что есть сейчас в «Зените», это мега круто. Но я уже сказал почему. И, в принципе, нынешний «Зенит» — это не просто продолжатель «Зенита-2010». Это «Зенит», который играет ещё даже лучше, чем «Зенит-2010». Конечно, там некоторым приятно очень видеть своих, наших в составе. Ну, наш-то так или иначе, там один-два-три человека в составе есть. Это вот Киржаков, там ещё был Адоевский вратарь. Кузяев по защите очень хорошо играет. Андрей Мостовой, да, матч с торпедой он провалил, но так или иначе он достаточно часто бывает полезен в атаке. И Иван Сергеев, который тоже с торпедой не блеснул, но когда надо, он зарешает. Он зарешал в игре с торпедой в первом круге, он зарешал и в других играх. С теми же крыльями советов в кубке, с тем же локомотивом в чемпионате. Сергеев, в принципе, много, когда забивал в важной мяче. Ещё это весной, в четвёртый сезон «Симака» в Краснодару и тому же локомотиву. Так что за нынешний «Зенит» я не беспокоюсь. Сегодня те воспоминания про 2010 год, это не слёзная ностальгия, что вот были времена. Да, времена были, но сейчас времена ещё лучше. И когда-нибудь я эти времена буду вспоминать. И я надеюсь, что когда я буду вспоминать сегодняшний день, я буду делать это без боли, без грусти. И что в дальнейшем «Зенит» будет играть ещё красивее. Да, я верю в то, что «Зенит» будет играть ещё красивее, и что нынешний «Зенит» это не предел. Поэтому всех поздравляю с круглой датой. Идём дальше.